Итак, на всех кораблях страны сегодня торжественно поднимали Андреевские флаги. А моряки, в какой бы точке мирового океана они ни оказались, выстроились на палубах в парадной форме. Впрочем, главный флотский праздник, день ВМФ, отмечают не только те, кто служит на море, но и вся Россия. По восстановленный год назад традиции в самых разных местах, сегодня прошли морские парады. Основной в Санкт-Петербурге. Его принял верховный главнокомандующий. Поздравляя моряков, Владимир Путин напомнил, что российский флот не только защищает страну, но и борется с международным терроризмом, а также играет важнейшую роль в обеспечении стратегического паритета в мире. Из северной столицы Алексей Петров. Говорит и показывает Санкт-Петербург. Город, история которого неотделима от истории флота. Подняты флаги рассвечивания, счет идет на секунды. Боевые корабли выстроены в парадной линии на рейде Невы. Адмирал Макаров, корвет сообразительный. Чуть дальше подводная лодка Дмитров. Личный состав к главному военно-морскому параду готов на 100%. Принимает главный военно-морской парад верховный главнокомандующий. Вот на белоснежном катере Владимир Путин приветствует экипажи. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с днем военно-морского флота! Ура! 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 Обшивка кораблей блестит на солнце. И форма с иголочки. Выстроен почетный караул. Президентский катер только что пришвартовался. Голова государства поднимается на Адмиралтейскую набережную. Тысячи петербуржцев наблюдают за парадом. И с трибун, и вдоль набережных. Владимир Путин говорит об истории и значении флота. Честь и отвага, верность долгу, присяги были и остаются основой блистательных побед наших военных моряков. Вот уже более трех столетий отечественный флот утверждает статус России как мощной морской державы, способной непреклонно отстаивать свои национальные интересы, защищать родную землю. Вся история флота – это история мужества, смелости и духа моряков. О традициях напоминает историческое реликвие – кормовой георгиевский флаг линейного корабля «Азов», который выносит на Адмиралтейскую набережную. Один за другим корабли гордо проходят по Неве. Вот легендарный ботик Петра, то, с чего начинался флот. А это уже сегодняшние технологии. Морской тральщик нового поколения Александр Обухов. Он оснащен уникальной роботизированной системой поиска и уничтожения мин. Российский флот успешно решает задачи обороноспособности страны, вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом, играет важную роль в обеспечении стратегического паритета. Интересы России в мировом океане ежедневно обеспечивают десятки кораблей и подводных лодок. Мы по праву гордимся силой и красотой нашего родного флота. Эти слова бесспорно относятся и к новому поколению ракетных кораблей ВМФ. Вот новейший корабль «Ураган». Он оснащен комплексами высокоточного ракетного оружия с вертикальными пусковыми установками «Калибр». Служба на море по плечу только храбрым и стойким людям. Тем, кто знает цену отточенной выучки, жёсткой дисциплине, сплочённости и благородства. Эти качества в сочетании с современными знаниями и безупречным владением передовой военной техникой позволяют военным морякам решать самые сложные задачи. Благодарю вас за службу, за то, что высоко держите звание неустрашимого и несокрушимого российского флота. С праздником! Ура! Праздник и в историческом центре Санкт-Петербурга, и на Кронштадтском рейде. Там Владимир Путин впервые поприветствовал движущийся строй боевых кораблей, которые в силу больших размеров не могут войти в Неву. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас в страну! Поехали! Ура! 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 В Финском заливе гордость Отечественного флота и ОПК. Ракетный крейсер «Маршал Устинов». Он несёт службу на Северном флоте. Корабль недавно прошёл переоснащение, установлено самое современное вооружение и радиоэлектронное оборудование. А так выглядит артиллерийская установка. Вот она, боевая мощь. Новейший фрегат «Адмирал флота Советского Союза» «Горшков» считается самым сложным из всех существующих современных кораблей. Почти на треть он состоит из уникальных материалов. Ещё один участник парада — атомный подводный крейсер «Орёл». Он несёт 24 противокорабельные ракеты. Такую технику в НАТО называют «убийцей авианосцев». В парадном строю большой десантный корабль «Королёв». Его экипаж принимал участие в боевых действиях против террористов в Сирии. За прохождением кораблей наблюдают иностранные делегации. Здесь наш фрегат, и для нас огромная честь быть в Петербурге и принимать участие в параде. Всё прошло великолепно. Мы всегда рады приезжать в Россию и сотрудничать с ней. А это уже воздушная часть парада. Самолёты проносятся в небе над Санкт-Петербургом. Рассчитано всё по секундам. Вот уж действительно ювелирная работа. Экипажи согласованно взлетели с аэродрома в базирование, чтобы в нужный момент синхронно пройти над Финским заливом. Считанные мгновения, и лётчики приветствуют Петербург. Над трибунами проходит Ту-142 МР «Орёл». Самолёт-ретранслятор. А экипажи Су-25 расцвечивают триколором небо над северной столицей. Перед началом парада президент России посетил Петропавловский собор. Там ему показали, в частности, полностью восстановленный иконостас. Путин постоял у надгробий Петра Первого и Екатерины Второй. Неотъемлемая часть отечественной истории и легендарный крейсер «Аврора», на борт которого поднимается верховный главнокомандующий. На корабле в этот момент много туристов. С праздником, Марик. Вас тоже с праздником. И праздничным приветствием сегодня нет конца. Праздником! Праздником! В день ВМФ настоящий подарок для молодёжи. Новый корпус Нахимовского военно-морского училища. Современные классы, оборудование. Всё для отдыха и занятий. Причём готовить Нахимовцев вполне могли бы не только военные специалисты. Нужно, конечно, заниматься подготовкой самих преподавателей. Есть. Чтобы они были на самом высоком уровне. Вот мы сейчас только с министами говорили об этом. В некоторых учебных заведениях Министерства обороны уже занимаются привлечением лучших специалистов из гражданской сферы. Есть. И, наконец, торжественный приём в Адмиралтействе, где речь заходит о новых технологиях и вооружении. В этом году на флот уже поступило 4 надводных корабля, 1 противодиверсионный катер и 3 судна обеспечения. Всего же за 2018 год флот должен получить 26 новых кораблей, катеров и судов. В том числе 4 корабля с ракетным комплексом «Калибр». Российский флот стремительно меняется. Неизменно только гордость за моряков.